Дорогие мои подписчики, дорогие мои зрители, рад объявить свой немецкий тур. Итак, в Германии с концертами я буду в два этапа, в феврале и в апреле. С радостью вам объявляю концерты в феврале. 5 числа я приеду в город Ганновер, 6 числа я буду в городе Ферден, 7 в Дюссельдорфе и 8 в Фюрте. Так, здесь темновато. Хорошо? Дальше в апреле я приеду сначала в Австрию, 6 апреля я в Вене, потом... Сейчас прервемся. Ну что же, продолжим. Итак, 6 я в Вене, 9 я снова в Дюссельдорфе, 10 апреля в Оффенбахе, Дальше 12 апреля я... Забыл, где я... 12 апреля... А, я в Аугсбурге, 13 апреля я в Форцхайме, 15 апреля... Жена отпустила. Я в Гютерлоу и 16 апреля в Берлине. Итак, в феврале и апреле, обратите внимание, в Дюссельдорфе буду два раза, и в феврале, и в апреле. Ну, ссылку сейчас размещу в сториз, также все можно купить через этот мой сайт, там он в шапке профиля. Вот. Дорогие мои германские зрители, жду вас. Да, и забыл сказать, что в Оффенбахе 10 апреля и в Гютерслоу 15 апреля у меня по два концерта. Дневной в 15.00 и вечерний в 19.00. Вот. Вот. Добрый день, друзья. Не добрый день вам, не другие. Посмотрел я этот анонс. Максим Александрович Галкин, мне все время хочется назвать его Максима Борисовича. Галкин рассказывает о своем германском туре 2023 года. Выглядит, наверное, для кого-то счастливым. Мне кажется, что он несчастлив. И не потому, что там расценки, я посмотрел на его корпоративы, там снизились на 20.000 евро. То есть, всего за 100.000 евро, если вы обеспечите личного официанта и 18-летний Биски в гримерке, вы сможете Максима пригласить. Мне кажется, что он несчастлив. И потому, что он просто не понимает, что произошло. И действительно, многие мои знакомые задают вопросы, почему Галкин признан иноагентом, а, допустим, Леонид Агутин, который собирал деньги для украинцев, или там Сергей Лазарев, который и раньше говорил, что для него Крым был и остается украинским, и высказался в день начала спецоперации так, что я не решусь воспроизводить это. Очень многие из зрителей, слушателей нервно реагируют на обилие ненормативной лексики. Я там был мат, в общем, такой отборный. Но, но существенно, я понимаю, почему Галкин признан иноагентом, а, допустим, Лазарев нет. Потому что Лазарев высказывался до начала войны. До спецоперации началась. Но в первые сутки, в первые 48, в первые 72 часа, все понимали, что это война. Война, которая надолго. Нагоды настоящая, кровавая и сложная. Непростая. В том числе и для нас. Вот. И Галкин, он не понимает, потому что он говорит, я всегда говорил это, он всегда критиковал там, как бы, путинскую внешнюю политику. Он всегда выступал против коррупции, против этого нашего воровства. То есть, он, как бы, говорит, я не изменил себе. Я говорю то, что думаю. Я выступаю в защиту простого человека против коррумпированной власти. Но здесь есть очень важный нюанс. Очень важный. Вот, прозвучало слово война. За которое, кстати, наказывают. Насколько я знаю. Заменяют слово вобла. Где-то у нас война только информационная. Но понятно. Так вот, война. Идет война. И если Лазарев переобулся, так же, как там, тут же Огутин и прочее, то Галкин гнет свою линию. И как бы, для очень многих упаковников, как бы, ну, не прогибается под изменчивой мисс. То есть, вот он гнём свою линию, как там, по-моему, сплит поёт. Гнёт свою линию. Однако, очень верно сказал Сергей Бодров. Не его персонаж из брата, а сам Сергей Бодров. Он сказал, что во время войны, во время войны, о своих нельзя говорить плохо. Даже, если это правда. Я считаю, что там, как бы, действительно происходит настоящая война. И, как бы, во время войны, во время войны нельзя говорить плохо о своих. Никогда. Даже если они неправы. Как бы, даже, там, если твоя сторона неправа во время войны, ты не должен говорить о ней плохо. Мне кажется, это очень такой простой принцип. Он очень старый, очень примитивный. Но это так. Когда ничего не угрожает, когда война кончилась, тогда да. Тогда можно говорить, вот это было не так, и это было не так. И давайте постарайтесь, чтобы в будущем этого не было. Мы против этой войны, все против. Но мы не там. И, как бы, наши дети, те, кто это говорит, они тоже не там. Они здесь, в Москве. Вот. Поэтому нужно всегда, как бы, думать, когда ты говоришь про это. И всегда понимать, что там кто-то, в общем, умирает. Гнист свою линию, гнист свою линию, гнист свою линию, горят огни, сверкают звезды. Гнист свою линию, гнист свою линию, гнист свою линию. Гнист свою линию, гнист свою линию, горят огни.